Сельхозпроизводители уходят на каникулы. В регионе официально завершается сезон сбора урожая. Этот год, по данным профильного департамента, выдался в меру удачным. Зерновых, например, намолотили свыше 132 тысяч тонн. Чуть меньше, чем в прошлом году. Похвалить за ударный труд стоит агрария в Гаврилово-Пасадского, Родниковского, Шуйского районов. Завершается уборочная кампания по овощам. Фермеры шутят. Наш регион называют зоной рискованного земледелия. В этот раз риск был из-за жары и засухи. Это крестьянско-фермерское хозяйство номер один в Кенишемском районе. Оно и лучшее, и из крупных, пожалуй, единственное. Выращивает в родной земле картофель, свеклу и капусту семья Волковых. Сельхоздинастия муниципалитета. Сергей рассказывает, начинал с 10 тысяч квадратов земли. Сейчас у него только картофель растет на 50 гектарах. Клубни уже собраны, рабочие разбирают урожай. Сортируем картошку на семенную, крупную, мелочь. Мелочь у нас отдельно проходит в транспортер. Здесь мы в ведра выбираем резаную и гнилую. За картофелем сюда приезжают у соседних районов. Покупают прямо со склада. Специально для потребителей выращивают сорт скарб. Он самый вкусный и хранится всю зиму. Основной рынок сбыта фермеров – муниципальные учреждения Кенишем и Вичуги. Свежими овощами, крестьянского хозяйства, кормят в больницах, школах, детских садах. В качестве можно не сомневаться. Чтобы выжить, надо, чтобы было хорошее урожайность, хорошее урожайность и качество. Вот эти две вещи. И стабильный рынок сбыта. А чтобы все это соблюсти, чтобы попасть в струю, надо очень много работы. И много знаний, чтобы вырастить. Из-за жары картошка и свекла уродились мелкие, но их собрали 1500 и 120 тонн соответственно. Капуста получилась хорошая, ее еще убирают. К отчинам поздних сортов холод не страшен. За последние полвека технология сбора капусты, пожалуй, не изменилась. По гряде идет человек и выбирает здоровые вилки. Их он и срезает. А такие поврежденные оставляет в земле. Следом за человеком едет трактор. Он убирает здоровую капусту в контейнеры и отправляет на длительное хранение на зиму. А такие поврежденные обрабатывают и отправляют на немедленную реализацию. Отвезут капусту в этот ангар, забьют ящиками все помещение и закроют. Специальные холодильные установки создадут оптимальную нулевую температуру. В ней овощная культура пролежит всю зиму. Развивать свое фермерское хозяйство Волковы планируют экстенсивно, то есть без увеличения площадей. В перспективе закупать новую технику для уборки урожая, возделывать и удобрять земли по-современному. Если денег не хватает на новое, модернизируют старое. Последняя разработка – это насадка на трактор, функционалом напоминающая газонокосилку. Сегодня ее опробуют на морковных боровках. Волковы шутят. Они удобные предприниматели. Денег и поддержки не просят, а работать на благо Кенишемского района готовы всегда. На уборке урожая их трудовые совершения не закончатся. Это только на Руси. Крестьяне летом работали, а зимой плели лапти. В современном мире на протяжении холодного периода года фермеры будут готовиться к новому сезону посадки овощей и думать, как увеличить производительность вопреки земледельческим рискам. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Кенишемский район.